А вот наши телезрители звонят, нам интересуются те, кто вышел на пенсию в декабре 2016 года, они вот сейчас эти 5 тысяч получат, которые единовременной выплатой? Конечно. Значит, у нас единовременная выплата 5 тысяч платится всем гражданам, которые получают любой вид пенсии, которые являются пенсионерами, на 31 декабря 2016 года. То есть получается, если ему сейчас в стадии разработки назначения пенсии или вдруг он придет, у нас, допустим, пенсия по инвалидности, у них есть право подать заявление в течение 12 месяцев. То есть если он придет даже там в апреле, да, подают заявление, а инвалидность ему установлена там с 15 декабря, ему тоже положено 5 тысяч. Ну вот один из основных вопросов, которые задавали нам телезрители перед этой программой, мы прояснили. Ну а теперь давайте начнем говорить подробно и уже на основную тему. Это программа «Район и кварталы». С вами Наталья Самуша и я, Антон Горнов. Здравствуйте. Более 100 тысяч пенсионеров по всей стране прошли обучение по программе «Азбука интернета». О достижении круглой цифры Пенсионный фонд России с гордостью отрапортовал в самом начале этого года. И пожилых, и молодых готовы обучать работе на компьютере. Каждого пенсионера ждут в личном кабинете на сайте ПФР. В нашей студии Елена Шакура, заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Красносельском районе. Елена Владимировна, здравствуйте. Ну расскажите нам, зачем с такой настойчивостью российских пенсионеров зазывают в интернет? Ну вы знаете, на сегодняшний день Пенсионный фонд уделяет особое внимание к этому сектору, получению услуг в электронном виде, потому что на данный момент это удобно, это современно. Это позволяет людям, не выходя из дому, получить те услуги, которые им приходилось отпрашиваться с работы. Ну а в данном случае какие именно услуги вы предлагаете получить пенсионерам через интернет? Через личный кабинет, да, как бы непосредственно. Ну это первое всего подача заявления о назначении пенсии, о доставке пенсии. Это подача заявления о ежемесячной выплате. А это очень важно, потому что ежемесячная выплата, она выплачивается инвалидам, и они с этого числа становятся федеральными льготниками. Хорошо, вот сейчас наверняка многих вопрос волнует такой, чем, собственно, легче-то станет, то есть подал заявление через интернет и все, то есть в автоматическом режиме будет пенсия назначена, или все равно придется приходить в Пенсионный фонд? Приходить придется, да, потому что на данный момент нам необходимо предоставить оригиналы ваших документов, да, оригиналы и паспорт, и трудовой, мы должны знать, что это вы. Вот, а чем она упрощает? Тем, что подавая заявление о назначении пенсии, у вас фиксируется дата подачи заявления. То есть, грубо говоря, прежде чем вы придете ножками в Пенсионный фонд, и сделаете какую-то личную отметку, да, подпись свою поставите, вот эту вот живую, вы уже к этому моменту, пенсия вам будет начисляться, вы можете это сделать через несколько дней. То есть вы, да, подав заявление, да, у вас будет фиксированная дата, вас потом вызовут, вы придете, уже в удобное вам время вас запишут, вы уже придете со всеми документами, да, и спокойно уже все эти документы представите, да, но назначение пенсии у вас именно будет с той даты, когда вы подали заявление, Лена Владимировна. Либо, если это ранее установление права, Извините, я вас перебью, не совсем понятно, назначение пенсии происходит с даты подачи заявления, а разве не с дня рождения, когда 55 лет исполнилось? Я поэтому вам и сказала, да, в том случае, да, да, в том случае, если они пришли позже даты возникновения права, да, если у нас возникновение права, у нас, значит, по закону 400, да, федеральному закону о пенсиях, значит, вы обязаны в течение месяца до дня рождения подать заявление, а назначение пенсии. И если этого не произошло, то что? Ну вот если вот человек бывает опасный, да, бывает, приходят позже дата рождения, кто-то не может, кто-то в отъезде, кто-то в работе. А может, кому-то пенсия не нужна? Не, вы знаете, случаи это не единичные, к сожалению, да, и пропускаются. И если вовремя не подашь заявление, пенсию за пропущенные дни уже не получишь? Не получишь, нет. Пенсия назначают даты обращения заявления. Поэтому, даже находясь вдали от Петербурга, в этот момент, на самом деле, через интернет можно подать такое заявление. И теперь становится понятно, чем наличие личного кабинета на сайте пенсионного фонда идет в плюс. Сейчас посмотрим новости городских районов. Первый на сегодня выпуск. Вернемся к нашей беседе ровно через 4 минуты. На Канонерском острове станет тише и чище, но не раньше лета. К этому времени новый участок ЗСД оборудуют шумозащитными экранами. Центральный участок ЗСД открылся в начале декабря. С тех пор жители Канонерского острова привыкают к круглосуточному шуму, грязи, разлетающейся в разные стороны и стекающей прямо на тротуары дома. Отведение воды и влаги с дороги подрядчикам еще предстоит продумать. А установку шумозащитных экранов должны начать уже в середине февраля. На работы потребуется несколько месяцев. Предполагаемая дата окончания – 1 июля. После установки шумозащитных экранов западный скоростной диаметр сделает запрос именно на проверку уже работающего объекта инженерной инфраструктуры дороги. Замерами шумов, замерами выброса средств газов. Проводить экспертизы будет Роспотребнадзор. Жители опасаются, что проведенные летом замеры не отобразят картину достоверно. Наибольшее количество грязи оседает на остров зимой, когда магистраль поливают реагентами. Между тем, именно по результатам проверок чиновники могут расширить зону отчуждения. В таком случае еще несколько парадных или даже домов на Канонерском расселят за счет ЗСД. В Колпино установят скульптурную группу, посвященную ветеранам военных действий. Фигуры бойцов появятся в сквере на Тверской улице. Центр композиции – фигуры командира и солдата срочной службы. За время работы над проектом у них появились имена. В создании капитана и Алеши художнику помогали бойцы, прошедшие Чечню и Афганистан. Они курировали, помогали, местили глину, приезжали, делали замечания по оружию, по амуниции. Предположительная дата открытия – 12 июня этого года, в День России. Как отметил глава Колпинского района Анатолий Павелий, возможно, благодаря появлению скульптурного ансамбля скверу будет дано название, связанное с подвигом русских солдат. Вы живете на Замшиной улице, а не на улице Замшина. Топонемисты поставили точку в многолетнем лингвистическом споре Калининского района. Я говорю на улице Замшина. На улице Замшина. Мы так говорим. Улица Замшина или Замшина улица – для жителей Калининского это больной вопрос. В последние месяцы в интернет-сообществах района этот топонем стал чем-то вроде мема. Каждое упоминание влечет за собой длительную дискуссию. Например, буквально на днях там ограбили пожилую чету, но уже через несколько сообщений диалог свернул на любимую тему. Дилемма улицы проистекает из ее истории. На рубеже 19-20 веков на окраине Петербурга возник проезд. Там располагалась дача профессора Андрея Ивановича Замшина. Человек он был уважаемый. По его фамилии проезд и назвали. По фамилии они в честь. Правильнее эту улицу называть, конечно, Замшина улица. Потому что она названа не в честь врача, а просто потому, что он на ней жил. У нас есть такие примеры. На Петроградской стороне там Бармалеева улица, Плуталова, Подрезова, Шамшева, Полозова. Все они названы по фамилиям домовладельцев, а никоим образом не в честь них. Но жители самой улицы руководствуются прямо противоположной логикой. Мол, Замшин – это врач. Следовательно, и живут они на улице Замшина. Где это какой у нас падеж? Где? На Замшина. На Замшина, наверное. Не на Замшины, а на Замшина. Я так думаю. Окончательно развеять сомнения должен ответ справочной службы на базе Института лингвистических исследований РАН. Название улицы произошло от фамилии Замшин, а не в честь его. Улица какая? То есть прилагательная. Дом по Замшиной улице – правильно. Теперь обитателям Замшиной придется пересмотреть свои взгляды на родную улицу, а интернет-пользователям найти новый объект для споров. Впрочем, и то, и другое вряд ли произойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На сегодня это не все новости. Еще один выпуск мы с вами посмотрим чуть позже. Возвращаемся в студию и продолжаем разговор. Елена Владимировна, ну раз уж мы говорим о технических возможностях, компьютерных возможностях, давайте воспользуемся планшетом, собственно, для того, чтобы поживую показать, что называется нашим телезрителям, как это работает, как работает личный кабинет на сайте ПФР. Какие возможности есть? Давайте вот прям в буквальном смысле слова на пальцах. У нас есть сайт «Пенсионный фонд Российской Федерации.ру». Ну, поисковике можно просто набрать «Пенсионный фонд Российской Федерации», и он выдаст. Значит, вы заходите, на сайте у нас представлена различная информация, очень полезная для граждан непосредственно, и представлены, можно сказать, окошечки, где вы. Ну давайте сразу зайдем в личный кабинет, потому что это самое главное вопрос. Я просто хочу показать, да, что мы видим, да, поле. Вот эта вот линейка из круглых, синеньких значков. Да, да, для людей, чтобы они находили это быстрее. И есть здесь такое понятие «Личный кабинет гражданина». Он нажимает туда и переходит. Но, хочу оговориться, да, что личный кабинет, для того, чтобы было право доступа, да, вам необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги.ру». Зарегистрироваться, указать все свои данные и получить подтверждение своей учетной записи. А каким образом получить подтверждение? Подтверждение, да, обговорить. Подтверждение не приходит вам на электронную почту, так как это все конверсиальная информация. Подтверждение это можно получить либо через почту России, либо, придя в любое управление пенсионного фонда, да, вам сразу как бы окажут помощь. Также в МФЦ, в любой МФЦ. Я считаю, что МФЦ сейчас много. То есть, грубо говоря, мне нужен пароль для доступа к госуслугам. Это не отдельный пароль. Нет, у нас все объединено. Нет, не надо. А если он уже есть? Значит, вы входите с этим паролем в госуслугу. Давайте войдем в личный кабинет и посмотрим, что мы там найдем. Ну, давайте, вот зашли мы в личный кабинет. У нас есть вкладочки. Это первое. Пенсии, социальные выплаты. Вкладочка «Подать заявление», «Получить информацию» и «Заказать». Значит, вот «Подать заявление». У нас есть «О назначении пенсии». Можем перейти туда. Вот, видите, и форма возникает. Здесь вы заполняете все пошагово. Указываете, какое управление. Указываете свои данные. Ну, и он будет вас ввести. И потом заявление отправить. И та дата, когда это заявление заполнено и в альтонном варианте отправлено, будет считаться дата подачи заявления. А вот я сейчас, вот мне до пенсии больше 20 лет, если я заполню это заявление, что будет? Вы подадите, управление рассмотрит, ну, вынесет вам отказное решение по данному заявлению, потому что по правовому. Ну, и все. Помимо заявления на пенсию, что можно делать? Значит, на назначение, да, есть о доставке пенсии, да, это заявление, а куда доставлять, да, если человек получал на почту, он хочет, чтобы получать на Сбербанк, да? Много ли пенсионеров, на самом деле, уже пользуются этой услугой? Вы знаете, статистики такое сказать, что через личный кабинет. Но вы себя в районе видите? У нас в районе, вот, люди приходят, очень у нас статистика, вот сейчас порядка 2850, это те люди, которые пришли в пенсионный фонд, и мы просят, да, оказываем содействие в том, вот, к разговору о том, что не может человек немножко сориентироваться, наши сотрудники показывают, регистрируют, дают уже подтверждение учетной записи и рассказывают. Говорили более подробно, там, 2-3 услуги, да, которые можно получить, а сколько их всего в личном кабинете? Ну, здесь более 30, 30 и 30 планируется еще... И все это связано с пенсией или не только с пенсией? Ну, не только с пенсией. Смотрите, я вам покажу прямо по сайту, да, у нас есть такая категория, как материнский капитал, да, наши молодые мамочки, которые вот имеют детишечек и имеют право на распоряжение. И что можно увидеть в личном кабинете? Здесь можно подать заявление о выдаче государственного сертификата, либо его распоряжением, а также можно просмотреть информацию о размере остатки материнского капитала. А мне не пенсионеру еще долго... И без материнского капитала. Да, и без материнского капитала. Мне есть смысл заводить свой аккаунт? Значит, смотрите, здесь очень интересная есть, да, интересная есть ссылочка на управление средствами пенсионных накоплений. Я вот показываю, да, обратите внимание, значит, формирование пенсионных прав. Вот, я открыла, да, значит, я вхожу туда. Вот вы видите, да, здесь показывается страховой стаж, количество пенсионных баллов. Вы, как работающий человек, знаете, что ваша организация отчисляет за возносы, да, и вы знаете, что у нас по 400-м федеральному закону о пенсионах, о пенсиях, стаж учитывается для расчета пенсии до января 2002 года. После января 2002 года берутся взносы, те взносы, которые перечислял ваш работодатель. И вот эта хорошая возможность зайти сюда, особенно вот страховой стаж, видите, вот 15 лет, да, показано. Если мы откроем туда ссылочку, там будет четко расписано ваш стаж, непосредственно, на который отчитывался работодатель, какие отчисления делал. И на сегодняшний день вы также можете контролировать своего работодателя, перечисляет ли он взносы. И неожиданно обнаружишь, что кто-то из работодателей когда-то не переводил мне никакие пенсионные отчисления. Можете, можете, и у вас есть тогда сразу возможность как-то реагировать на это. А как можно реагировать на такую ситуацию? Ну, я думаю, либо разбираться с своим работодателем, либо в суд. Вот, хорошо, что все-таки хотя бы информацию можно получить, но все-таки можно усомниться. Вот, несмотря на то, что вы говорите, ни для кого это несложная, несложная эта задача, есть и сомнения в том, что все могут воспользоваться личным кабинетом. Послушаем сейчас нашего обывателя-обозревателя Юрия Кондиранду. Решили в нашем доме пойти в ногу со временем. Ну, чтобы улучшить информированность жильцов и увеличить оперативность. Организовали в социальной сети группу. И пошел я по квартирам, ну, чтобы рассказать, что да как. Нет, конечно, я помню, что даже моя родная сестра подходит к компьютеру раз в год, а с интернетом не дружит вообще. Но такого результата я не ожидал. Ладно, в двух квартирах у нас живут, ну, очень пожилые люди. Но остальные, оказывается, тоже не дружны с интернетом. Из 15 квартир только 6 согласились сразу. Остальные отказались по причине неумения работать на компьютере. И оказывается, наш дом не исключение. Скорее правило, поколение за 50 потеряно для интернета, увы. И ладно бы все это в деревнях, но и в мегаполисах то же самое. И особенно меня удивляют одинокие. Уж им-то интернет нужен для общения? А нет, не учатся и не хотят. И тут читаю. Государство Планово переходит на интернет-общение с гражданами. По всем вопросам. Ау, чиновники, вы зайдите в Сбербанк и посмотрите, кто и как оплачивает жилищно-коммунальные услуги. Вы зайдите на почту и посмотрите, кто и как получает пенсии. Какое нафиг интернет-общение? Может быть, рановато начали переводить всех на электронную форму подачи заявлений в общепользовании этими услугами. Люди не уверены, что это заявление, даже не уверены в том, что это заявление дойдет по назначению. Уж лучше я ножками, думает человек, дойду, поставлю подпись, под расписочку его сдам это заявление и буду уверен, что вот с этого дня мне пенсия будет начислиться. Ну да, тем более такой ответственный момент, как начисление пенсии. Ну вот знаете, судя по репортажу, почему-то все считают, что нынешние пенсионеры на сегодняшний день у нас, это пожилые люди, которые не ориентируются. Ну Юрий Михайлович, во-первых, сам пенсионер, а во-вторых, вот я сама недавно была на почте, я видела просто этих бабулек, которые стоят действительно в очередь. Ну, те, кто совсем не умеет пользоваться или не хотят, или боятся, да, они могут всегда прийти в управление пенсионного фонда, они всегда окажутся, примут заявление, да, у нас очередей, слава богу, нету, приходите, но... Вот в это, кстати, очень сложно поверить, что нет очередей в пенсионном фонде. Приезжайте к нам, посмотрите. Во всех районах города еще не такая ситуация? Вы знаете, идет тенденция, да, мы все возможные силы бросаем на то, чтобы никаких очередей не было, чтобы люди минимум тратили время на ожидание. И так хочет ровесник Юрия Кандиранды воспользоваться интернетом, но не умеет. Сейчас разработана программа, называется «Азбука интернета». Есть она представлена, опять же, да, на сайте azbukainternet.ru. Также будут разработаны методические пособия. Они были, в принципе, в 2016 году пробные, сейчас они будут разрабатываться, более усовершенствованные. Что это значит? Азбука интернета. Это пособия, где учат компьютерной грамотности от самого нуля. Компьютерная грамотность учат, как, что такое, да, файл, что такое вообще понятие компьютер, как туда войти. Ну, для этого нужно уметь, во-первых, включить компьютер и войти в интернет, если не сказать, что для этого нужно хотя бы иметь компьютер, которого нет. Я вас понимаю, да. Создаются различные, вот в нашем районе, да, совместно с администрацией Красносельского района, совместно с муниципальными образованиями. Мы создаем такие курсы. Где в Красносельском районе есть такие волшебные курсы? Можно обратиться в администрацию Красносельского района, все уточнить, позвонить. То есть не только где-то там в пенсионном фонде или еще где-то получить буклет, в котором расскажут, но и очно можно заниматься со специалистами, ходить на живые курсы. И как долго длятся эти курсы? Да, знаете, недолго, но, грубо говоря, это компетенция больше к администрации. Я думаю, что это больше с ними надо поговорить, уточнить, насколько эти курсы длятся. Потому что пенсионный фонд, с ними сотрудничаем, каким образом, да, мы выезжаем, выезжает наш представитель, да, пенсионного фонда для того, чтобы рассказать именно про личный кабинет, да, то есть не компьютерную грамотность, да, а именно как пользоваться личным кабинетом, чтобы именно рассказать в нашей, да, секторе, что им нужно. Елена Владимировна, вот все-таки человек, даже если он овладеет или овладел компьютерной грамотностью и воспользовался возможностью подать, опять же, то же самое заявление на начисление пенсии, может куда-то после этого позвонить, чтобы спросить, удостовериться, а дошло ли мое сообщение? Какая-то обратная связь. А не сидеть на нервах и ждать, что будет. Конечно, есть, и вы не забывайте, сейчас у нас действует программа колл-центра, в каждом пенсионном фонде есть колл-центры, куда все звонят и спрашивают любые вопросы, отвечают, то есть есть телефон, по которому звонят, это можно исправить. Ну, соответственно, зарегистрировано ли данное обращение в базе, вы сможете ответить, на какой день после подачи этого заявления? Сразу же, сразу же. В тот же день? В тот же, в тот же. Они звонят, мы тоже заходим в программу и сразу видим, подано заявление, это момент. Елена Владимировна, продолжим нашу беседу, но сделаем это после выпуска новостей городских районов. Еще три минуты, слово нашим коллегам и вернемся в студию. Улица Времени обновилась и сменила адрес. Экспозицию перенесли из инженерного дома в Петропавловскую крепость. Выставка «Улица Времени» с 2013 года работала в инженерном доме. Экспонаты в интерактивной форме рассказывают об истории города и горожан с 18 века и до 1965 года. Среди новинок три витрины на тематической станции «Таможня». В них отдельно выделены товары, которые в 1724 году можно было завозить беспошлино. Кирпич, карты, цитрусовые, хирургические инструменты, семена и многое другое. То в чем, по мнению Петра Первого, особенно нуждалась страна и Петербург в частности. Здесь еще личные пристрастия Петра. Он хотел, чтобы было много сельскохозяйственных культур, поэтому все семена беспошлиные. Ему хотелось, чтобы, допустим, на строительство Петербурга иностранцы везли строительные материалы, и поэтому они беспошлиные. В ближайшее время экспозицию ждут дальнейшее обновление. В новом пространстве Нарышкина-Бастиона ее сделают более интерактивной. Например, на полу появится видеопроекция Петропавловской крепости, а к экспонатам добавят камеру обскура. «Зенит-арена» завтра откроет двери для первых посетителей. А сегодня во Фрунзенском районе заканчивают репетиции участники грандиозного флэш-моба. Им предстоит первыми выступить на новом стадионе. Можно сказать, мы с оператором сейчас на закрытом показе. Эта репетиция танцоров очередная. Они ежедневно занимаются с 1 февраля. Больше ста человек, младшие из которых школьники, а старшие младшим мамы годятся. Елене 42. Она в последний раз танцевала много лет назад, но на открытии стадиона просто мечтает выступить. «Профессионально танцами я не занимаюсь. Занималась раньше, в детстве, в юности, когда я прочитала объявление о наборе в группу, с великим желанием присоединилась к ребятам. Я считаю, что событие такое, именно историческое, и принять участие в нем – это здорово». Большинство участников – футбольные болельщики и непрофессиональные танцоры. Это те, кто откликнулся на идею флешмоба в интернете и теперь по несколько часов отрабатывает одни и те же движения. В шоу ключевые связки будут чередоваться с импровизацией. А самое главное – хореография послужит украшением для другого действия. «Здесь будут разнообразные еще элементы, встроены разных субкультур, которые у нас есть. То есть, как я сказал, это разнообразные трюкачи, как и на мотоциклах, так и на машинах, так и на говероциклах, так и роллеры и скейтеры. То есть, это будет такое глобальное, интересное, масштабное шоу». В секрете держится пока даже музыка, сопровождающая танцоров. Они услышат ее только во время репетиции, уже на самой площадке. Программа начнется в 17 часов, 11 февраля. Вход туда свободный, по заранее заказанным в интернете билетам. Это все новости на сегодня. У нас еще есть 2-3 минуты, чтобы завершить разговор в студии. Елена Владимировна, ну не можем не поговорить о том, что ждет пенсионную систему и всех нас, тех, кто копит на пенсию на будущее или ее уже получает в начавшемся 2017 году. Мы уже поговорили про единовременную выплату в самом начале программы. Она уже фактически завершилась для большинства тех, кто ее должен получить. Что происходит с индексацией пенсии? На самом деле она как-то меняется в этом году. Нет, индексация проходит на рост инфляции. У нас процент 5,4. Сейчас будет состоится индексация с 1 февраля. Это индексация всех страховых пенсий. С 1 апреля 2017 года состоится индексация уже социальных пенсий. Но коэффициент пока еще неизвестен. А в февральской сейчас все уже выплата формируется. То есть, грубо говоря, она уже идет, уже формирует выплату. Поэтому люди уже получат в феврале. Но это касается только, чтобы имели в виду, также опять неработающие пенсионеры. Работающие пенсионеры у нас не получают индексацию. А что касается материнского капитала, в 2017 году изменения какие-то будут? На сегодняшний день пока изменений нет. Сумма остается та же. 453-3 тысячи до конца 2018 года продлили. Но пока сумма не меняется. Не планируется разрешить матерям снимать еще какие-то деньги с материнского капитала, как в прошлом году? Это уже будет рассматриваться на уровне правительства. То есть пока сведений нет? Пока нет. А накопительная часть пенсии по-прежнему заморожена? На сегодняшний день, да. А что с ней происходит? Вот с теми, у кого уже были вот эти вот накопления? Ну, они остаются как бы. Они, понимаете, само слово заморозка, вы понимаете, да, что они никуда не расходуются. Просто именези. Но они и не растут, что называется, в реальном исчислении. А можно ли их переводить в баллы? В страховой, да. Если вы хотите, да, то она пойдет в страховой пенсии. А есть ли в этом смысл? Ну, тоже, кажется, решает сам за себя. Здесь надо подумать хорошо, потому что это та же ваша пенсия, здесь надо рассчитать. Ну что ж, можно сделать вывод, что пенсионную систему России в этом году, видимо, никакие большие потрясения не ожидаются в ней. Будем на это надеяться. Спасибо большое телезрителям. Напомню, что сегодня гостьей программы районных порталов была Елена Шакура, заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Красносельском районе Петербурга. Елена Владимировна, спасибо вам большое. О телезрительном завершении программы мы предлагаем посмотреть нашу постоянную рубрику про цены. Милена Иконникова, как обычно, поведает нам о том, как в течение недели менялась стоимость продуктовой корзины в торговых сетях города. Если бы люди, подобно медведям, впадали бы в зимнюю спячку, то, проснувшись, сильно удивлялись бы. И скорее, не переменам на улице, а новым ценникам в магазинах. Они такие непредсказуемые. Сегодня одни, завтра другие. Прозевать скидки и подорожание можно запросто. Правда, мы, те еще активисты, все заметим. В этот раз в зоне нашего внимания картофель, творог, сахар, чай и мандарины. Начнем с творога. В трех супермаркетах он теперь стоит меньше. На 14, 16 и 18. Последняя отметка сейчас минимальная в линейке. 85,60, в свою очередь, становится нынешним максимумом. Здесь плюс почти 5 рублей. И лишь одна торговая точка обошлась за неделю без обновлений. Дальше картофель. Тут также встречаются и положительные, и отрицательные тенденции. В нефасованном виде товар продается в четырех местах. И в большинстве из них он подешевел. А в одном магазине, наоборот, овощ прибавил в стоимости рубль 75. Таким образом, наивысший показатель 21 с лишним. Мандарины штормит. Как и любые фрукты, они не отличаются стабильностью. Взгляните вниз. Дважды термометры выросли, и один из них опустился. Тем не менее, оранжевые почти везде предлагают по 80 рублей. То есть, перепады мало повлияли на конечный результат. Где не делай покупки, заплатишь примерно одинаково. Следующий в обзоре чай. Он единственный, где сегодня все однозначно. Прибавки. Смешная 10 копеек и серьезная, без малого 2,90. Не забудьте разговор о пачке, в которой всего 25 пакетиков. Я посчитала. Получается, за один мы отдаем около трех рублей. Не так и страшно оказывается. Так что поводов для паники нет. Наконец, сахар. И снова на прилавках нет стабильности. И плюсы, и минусы. Другими словами, на песок придется раскошелиться и больше, и меньше, чем обычно в тех же самых местах. Особенно из-за этого я бы не грустила. Все равно, разброс между цифрами невелик. Важнее запомнить, вариант, близкий к 40, пока считается невыгодным. Подведем итог. Из всего перечисленного понятное положение лишь у чая. За эту неделю он покорил две новые высоты потребительских возможностей. А остальные товары, похоже, замешкались. Ни туда, ни сюда не двигаются. Точнее, шаги-то есть. Ну и навстречу покупателям и обратно к бизнесменам. В общем, ситуация запутанная. Но вы теперь в курсе, где закупаться бюджетней. У меня все. Напомню, мы никого не рекламируем. Наша главная миссия – помочь вам тратить деньги с умом. Хорошей погоды на улице и на рынках. Приятного аппетита! Товаров много, но как купить качественный? Петербургская марка качества. Новый уровень безопасности для потребителя и знак престижа для изготовителя. Товары с такой маркировкой регулярно проходят контроль качества. Поэтому они полностью безопасны. БМК – это гарантия качественного, безопасного потребительского рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова